Вот такая вода, вот такой водой. Посуду моем, детей умываем, потому что по-другому никак. Пенсионерка Елена Макусина вместе с двумя внуками вынуждена жить в нечеловеческих условиях. Топит снег, чтобы добыть воду, но она очень грязная. К тому же скоро он растает, сетует женщина. Чистая вода в доме на вес, золото. Родственники помогают пополнять запасы. Правда, хватает их ненадолго. Посуду помыть нечем, белье постирать нечем. Хотя сейчас на улице такая грязь, детей надо в детсад и в садик, в школу и в детсад. Надо каждый день переодеть, потому что приходят брюки, мальчишки есть мальчишки. А ведь колонка всего в 20 метрах от дома, но пользы никакой. Вышла из строя еще в феврале и до сих пор не работает. Давай. Ну вот опять воды нет. Впрочем, местные жители уверяют, как назло неисправны абсолютно все колонки в селе Слобода. По словам сельчан, одни не работают, потому что замерзли, другие сломались. Без воды не постирать, как говорится, не в туалет сходить, не постирать, не посуду помыть. Ну смешно, да. Чаю попить мы с дедом утром встанем, детка, эконом чай, по стакану пьем. Ну смешно. Старожилы не припомнят, чтобы Слобода разом осталась без питьевой воды. Нет ее и в многоэтажке. Как ни крути, не появится. Последний раз это благо цивилизации Людмила Агабова видела перед новогодними праздниками. Я ухаживаю за больным человеком, первая группа у него. Все он под себя и все. Как вот представьте себе, это как я должна без воды жить. Чтобы унитаз вылить, так вот сейчас ручьи на улице бегут, с унитаза и ручьи затаскиваю, чтобы не на унитаз сходить и воду. Вот это все заношу. Как уверяют жильцы многоэтажного дома, вода в квартиры поступала из скважины, но и она сломалась. Вся надежда на привозную воду. Дважды в неделю приезжает машина от Первоуральского водоканала. Но решить проблему кардинально специалисты почему-то не берутся. Мы вообще-то звоним в администрацию. А администрация, значит, говорят, что это водоканал занимается. А водоканал говорят, что на баланс вроде якобы не приняли. В Новоуткинском сельском управлении подтвердили, о проблеме знают. Однако все, чем они могут помочь жителям – написать письмо водоканал. Только к нам какой сигнал поступил, хоть по телефону, хоть по письменное обращение, значит, все, сразу информируем, да, водоканал. Комментировать ситуацию в Первоуральской администрации отказались. В водоканале тоже. Но жители надеются, что им откроют новую обещанную скважину. А иначе уже совсем скоро она станет самая настоящая засуха. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.